Технолог, здравствуйте, всем привет. Итак, нашел я старую свою модель. Чуть-чуть вот ее тут переделал, подкорректировал, переделал глаза, перекрасил. Использовал вот эти вот рефы. Вот эта вот штука. Так, что здесь изменено? Здесь я изменил именно смотки, сделал отдельно. Так, это все экстракты. Ремень делался кисточкой от Курс Троп Снеп. Вот она. Потом подсумки. Подсумки я взял именно с модели Нео из Матрицы. Вот у них я где-то скачивал, не помню. Вот эти вот подсумки. Так, потом штаны экстракт. Рубашка вот эта, так. Рубашка экстракт. Вот она. Воротник пришлось сделать в блендер. Так, штаны вот чуть-чуть я тут еще не докрасил. Так, С английская. Штаны тоже экстракт. Потом, значит, наколенники это тоже экстракт. Маскирование. Что еще тут? Ну вот такие они получились. Наверное, толстоватые. Ну, вроде бы похожи. Все вещи, которые здесь сделаны, это полностью экстракт. Вот эти вот обувь. Ну, обувь, конечно, не моделированная. Здесь вот маскирование и просто вот такие вот добавлены. И по уголке, да? Так, что еще тут можно показать? Так, пальцы. Вот это кисть руки. Это кисточка, значит, ММТУН. Вот они. Здесь вот есть ноги, есть руки, есть пальцы. И вот она. Вот это вот кисть руки. Ну, один палец я добавил. Сделал дубляж и отрезал один палец и уже здесь, как срослось все это дело при Дайна Мэш. Так, зубы. Зубы это кисточка у меня по прошлым роликам. Немножко пришлось тут вытащить вот эти два зуба острых. Так, ну, остальное все красилось и именно маскировалось, красилось, выдавливалось. Словом, тут все экстракт. Так, хвост это сфера. Ну, в принципе, глаза этой сферы. Глаза я рисовал вот, брал вот с этого персонажа и потом чуть-чуть маскировал именно вот эти круги и низ чуть-чуть дорисовал. Ну, вроде бы похоже. Раньше они другие были. Так. Ну, а, вот еще что. Значит, вот эти вот ремешки, вот эти вот хлястики. Вот тоже я тут немножко надо их шифтом выгладить и докрасить. Так, это все докрасим, обрежем. Можно немножко так. Как-нибудь вот так через Alt выводим. Опять Alt. Ну, чтобы не зацепить соседний меш. Ну, вот так вроде бы поровнее уже стало. Так, бляха. Бляха именно с кисточки. Так, где вот она? Кисточка. Здесь вот есть гайки. Кстати, давайте гайки добавим на... Так, куда их надо добавить? На подсумки, наверное, да? Вот сюда вот. Так. Через Alt выбираем подсумки. Так, что такое? Х-симметрия. И вытаскиваем две гайки вот сюда. Теперь Ctrl-W делаем полигруппу на подсумке и гайки отсоединяем. Так, гайки отсоединяем в Grow Split. Все. Теперь у нас вот они гайки отдельно. Давайте их немножко подкрасим каким-нибудь серым цветом. Вот так вот. Так, есть такое дело. Прикольно. Ну, вроде бы хорошо выглядит. Ну, за исключением, конечно, вот этого вот бронежилета. Пришлось тут экстракт немножко замаскировать и вытащить. Вот такие два блина там вроде бы присутствуют. Немножко тут экстракт кривоватый. Ну, ничего, можно пролепить, доделать. Так. Ну, в принципе, все. Будет Джуди и раздетая, и будет одетая именно такой персонаж, да? Ну, конечно, вот эти вот части на рукавнике. Вот это все, конечно, чтобы точно были так. Лучше бы их, конечно, моделировать именно в блендер. Ну, если кто умеет, то здесь. Ну, я всех персонажей делаю по-простенькому. В принципе, смотрится. Ну, это вот эти все части, это, конечно, не как у нее и бронежилет. Ну, за исключением, наверное, штанов. Может быть, может быть, и похожи. Ну, вот эти части тоже можно было переделать, чтобы более точно было. Так, теперь что еще нужно? Давайте сделаем жетон. Добавим, аппом, добавим куб. Выбираем через альт куб. Так. Сейчас мы его уменьшим. Включим дизму. Перетащим. Можно сплюснуть. И добавим геометрия дайна мэш. Так, это дайна мэш. Давайте. А, побольше не получится. Слишком миллионы. Тоже не нужны полигонов. А получится на миллион. Три миллиона получилось. Ну, ладно. Пусть будет три миллиона. Добавим теперь текстовку сюда. Рабочий стол. И здесь я вот, где-то, а вот он. Жетон скинул с интернета картинку. Вот так он выглядит. Сейчас мы его проецируем, нарисуем. Так, Z можно отключить. Кисточку ставим. Так, кисточка стандарт. На RGB стоит. И давайте все это дело порисуем. Рисуем без симметрии, чтобы у нас знак не был зеркальный. Он хорошо нарисовался. Теперь C. И нужно вот эти все полигоны, Ну, вот эти вот остальную часть Закрасить именно В белый цвет. Для чего? Для того, чтобы Когда мы будем сейчас его вытягивать, Вытаскивалась именно Только вот эта вот нарисованная часть. Так. И как теперь сделать? Делаем Делаем маску Маскинг, да Маск Би Колор Маск Би Интенсив И попробуем, значит Оттянуть Так, это не есть хорошо То бишь совсем не хорошо Значит придется все-таки Позаниматься маскированием Так, control Здесь уже можно включить Иксимметрию Да Так Неудобно вот это все дело Конечно мышкой делать Так, S Ну ничего Потихоньку Вроде бы замаскировалось Теперь кисточку побольше И В середине здесь Закрашиваем Чтобы не оставалось Белых моментов Теперь нужно Control Alt Немножко, конечно Поработать С контурами Чтобы они более-менее четкие были Так Это значит Подмазываем Ага Кисточку нужно поменьше И вот так вот Аккуратненько Все это дело рисуем Так Здесь у нас тоже Затон тут Побольше Вот так Так Ну здесь уже По-моему Симметрия Отсутствует Ну пусть Вот так вот будет Так Иксимметрию Отключить И Наверное Все-таки Вот этот край Подкрасить Подкрасить Теперь делаем Control И Нормально Вроде И попробуем Вытащить Вот этот Жетон Так Когда мы Вытащили Сетка Изменилась Давайте Попробуем Теперь Все это Дело Склеить Делаем Какую штуку Да Делаем Дайна Мэш Опять же Меняем Сетку Вот так Маску Убираем Так Вот теперь Сетка Перестроена Стала Одинаковая Вот эту Часть Толстую Не надо Делать Но ее Замаскируем Сделаем Control Добуем И теперь Вот эту Часть Удалим Чтобы У нас Получился Вот такой Жетон Так Сделаем Модификтов Пол Делхит Вкроем Вот эту Ненужную Штукинцию И теперь Что у нас Получается Получается Нам нужно Перекрутить Включить Флур Крутить Лучше С зажатым Шифтом Тогда он Более Точно Вот эти Попадает Смотрим Что И делаем Давайте Мира Пусть Будет Лучше С двух Сторон Потому Что Иначе У нас Не получится Его Изменить Так Теперь Что Хотелось бы Сделать Это Выдавить Вот эту Внутреннюю Часть Давайте Попробуем Опять же Маскинг Маскинг И опять Маск Би Колор Маск Би Интенсив Посмотрим Что у нас Тут Так Буквы Уже Плоховато Выдавливается Вот И так Уже Получше Будет Буквы Более Вдавленные А Вот Эту Всю Штуку Получается Вот Так Только Выдавить Все Так Неплохо Вроде Так Вот Идем Сейчас Звезду Можно Теперь Выдавить Но Опять же Нужно Маскировать Это Значит Симметрия Чтобы Была Отключена И потихоньку Вот Так Все Это Дело Маскируем Так Попробуем Теперь Контрол И Выдавить Значит Тут Эту Звезду Ну Вроде Получилось Звезда Выдавлена Но Нужно Теперь Мофт Аполоджи Кисточку Побольше И Вот Эту Центральную Часть Чуть Чуть Поднадуть Во Так Крещеная Все Есть Такое Дело Фул Можно Выключить И Подкрасить Значит Вот Этот Край Он У нас Идет Как бы Золотой Край Здесь Он Крашеный Вроде Темным Давайте С Выбираем Выбираем Кисточку Стандарт Интенсивность Поменьше И Будем Так Потихоньку У Потихоньку Будем Красить Теперь Выбираем Вот Эту Делаем Переходик Так С Здесь Тоже Делаем Темную Чтобы Потом Игра Светотени Была Ну И В Принципе Что Тут Уже Все Нормально Желтеньким Так Вот Такой Получился Знак Да Так С Тут Тоже С Этой Стороны Побольше Чуть Интенсивность Так Уменьшаем Наш Значок Перекручиваем Перекручиваем Подставляем На грудь Груди Хопкин Так Еще Скайл Ну Вот Уже Будет Прикольная Штука Прям Как Настоящий Хороший Хорошая Картинка Хороший Результат Так Что Еще Можно Добавить Да В принципе Ничего Такого Хорошо Б Еще Было В этом Блендер Добавить Шерсть Возможно По-другому Как-то Раскрасить Раскрасить Не знаю Вот Эти Брови Делать Отдельно Или Пусть Вот Так Будут Нарисованные Так Ну В принципе Все Хорошо Нужно Конечно Еще Ну Это Наверное Скачать Попробую Где-нибудь Газовый Баллончик Или В Блендер Можно Смоделировать И Уже Там Вставить Так Что Еще Ну В принципе Все Теперь Нужно Делать Развертки Склейку И Получится Хороший Персонаж Для Анимации Так В следующем Ролике Уже Наверное Ставлю Кости Вмек Само И Посмотрим Какую-нибудь Анимашку С ее Участием Ну И Там Будет Уже Значит В описании Ссылка На Скачивание Вот этого Персонажа Все Всем пока До свидания Субтитры Продолжение следует...